Послание Александра Лукашенко Если бы оно было направлено на то, чтобы в стране все-таки была ситуация именем закона, именем независимого суда, это был бы, конечно, совершенно другой калинкор, другая ситуация. А так, именем революцию, мы 75 лет были в Советском Союзе, последние 16 лет опять-таки у нас именем революции. До чего мы дошли, собственно, к чем согласился Александр Лукашенко. Во-первых, бизнес продолжает кошмарить бюрократией, налогами. Впервые прозвучало позорное место Беларуси по налогам, 183 в мире. Лукашенко в очередной раз, в очередном послании говорит о необходимости радикальной налоговой реформы. Но мы видим, что в законе о бюджете та же налоговая система, те же подходы и никаких изменений. То есть, Александр Лукашенко, ссылаясь на то, что должны быть новые подходы, на самом деле не отправляет в отставку тех людей, которые представляют им те самые старые подходы, архаичные по отношению к налогам. И поэтому говорить, что была некая новизна, собственно, не приходится. В целом, послание оставляет впечатление попытки спасти застой. Те методы, которые привели к застою, пытаются сейчас использовать для того, чтобы из этого застоя выйти. Да, Александр Лукашенко справедливо говорит, что не нужно кошмарить инвесторов, нужно создавать им всяческие условия. При этом, опять-таки, подчеркнул, что все решения по приватизации принимает лично он, и нужно подходить к этому осторожно и точечно. Опять-таки, с одной стороны, нужно давать им свободу действий, а с другой стороны, нужно подходить очень осторожно, собственно, что и делает правительство. Опять-таки, какой инвестор придет в страну именем революции? Это очень такой риторический вопрос, на который, собственно, каждый инвестор дает, очевидно, свой ответ, ответ отрицательный. И все послание бросилось в глаза на громождение разных обещаний. Мы и будем инновационными, мы будем технологичными, мы будем новыми, и программа третьей пятилетки будет принципиально иной. Но сам факт, что будет программа четвертой пятилетки, говорит о том, что никакого, опять-таки, нового в экономической политике нам ждать не приходится. Послание перемежевывалось разными эмоциональными отступлениями, не было сделано ничего такого, что можно было бы поставить в качестве некой новой фишки экономической политики. Да, Александр Лукашенко обвинил, по сути дела, в России в том, что она поставила нашу страну под угрозу, но никаких действий по выходу или по изменению места Беларуси в таможенном союзе, либо в союзном государстве не было сделано. Да, он сказал, что нам больше деньги МВФ не нужны, но не сказал, откуда взять 2-3 миллиарда недостающих денег для того, чтобы сбалансировать бюджет. Неужели Китай нам даст 16 миллиардов долларов, непонятно, на какие проекты? Данная цифра прозвучала впервые. Откуда эти деньги, кто и как их будет получать, неизвестно. Но я думаю, что это такая же красивая сказка, как и энергетическая безопасность в результате поставок нефти из Венесуэлы и из других источников. Поляки уже 15 лет борются над темой обеспечения энергетической безопасности, над тем, чтобы диверсифицировать поставки газа в Польшу, но до сих пор проблему не решили. В Беларуси не менее абсурдно решать эту проблему диверсификации поставок. Энергетически мы связаны как одной пуповиной с Россией на ближайшие 20-30 лет. Попытки решить эту проблему через сланцевые газы, мол, поляки нашли, почему вы не нашли. Опять-таки, думаю, нужно адресовать эту проблему скорее Господу Богу, который нам сланцевых песков не дал, а не существующее правительство. В целом, много эмоций, много топтания на месте, много старых, уже избитых обещаний сделать либерализацию. Все мы будем ждать декрета номер 4 о либерализации, но суть экономической политики, к сожалению, остается той же. Лица остаются прежними, ни одного кадрового решения принято не было. Поэтому послание было направлено скорее на то, чтобы успокоить номенклатуру, сказать народу, что экономически мы делаем все возможное, Россия нас подводит. И в конечном итоге президент, я думаю, дал посыл подготовить себя к сложностям, к тому, что будет с энергоресурсами еще сложнее, а тем самым к ситуации затягивания поясов. Послание состоялось, именем революции говорить красиво, но делать именем революции, тем более жить в стране, которая живет под именем революции, это не самая радужная перспектива для всех нас. Продолжение следует...